Дорогие участники моей группы, в этом видео обращаюсь к вам, так как в очередной раз хочу поделиться своими наработками и своим опытом. И возможно это видео станет для кого-то очень ценным и полезным материалом, и я буду очень рада, что смогла кому-то своим опытом, своей практикой помочь в нашем общем деле. Итак, я считаю, что сильный лидер должен быть примером для своих консультантов не только на словах, но и на деле. Поэтому я решила, что мои видео это, конечно, очень хорошее подспорье для тех, кто далеко, для тех, кто не всегда может прийти ко мне на собрание, встретиться лично. Но просмотреть видео и применить на практике, оказывается, это очень порой нелегко. И что я сделала? Я собрала своих девчонок 5 января. Повод был отличный, так как в этом году, в 2015 мы еще не виделись. Я была их очень рада видеть. Мы проговорили о том, что мы хотим достичь в новом году, поставили себе большие цели, разбили их на маленькие и начали действовать. Естественно, у девочек был мандраж, чтобы подойти к человеку и что-то протестировать. Поэтому первая взяла чемоданчик в руки я и пошла, как говорится, в бой. Первый был у меня отказ. Девочки увидели, что не только им отказывают, что могут отказывать их организатору, их будущему лидеру. Поэтому это было отличным примером, что все мы находимся в равных условиях и все мы можем добиться определенного результата. Нужен только определенный настрой, определенные навыки и все у нас получится. Со второго раза я протестировала крем, вернулась к девчонкам и предложила сделать им то же самое. Не сразу все легко удавалось. Одно из моих консультантов отказывали, как вы думаете, сколько раз? Из пяти попыток пять раз. Но все дело в том, что, как я уже говорила, что трудности легче преодолевать. Не когда ты одна, а когда мы своим курмышом находимся. Естественно, все мы перевели в шутку. Мы попили чай в дружеской обстановке. И каким же было наше решение? Это было очень смешно и забавно. Так как я решила сделать то же видео, как мы работаем именно с командой для вас. С нами был мой муж, Владимир Селезнев, который записывал это все. И когда вот была одна неудача, вторая, третья, нам стало интересно, а сможет ли это сделать мужчина. И ради шутки мы заслали его протестировать крем. И что вы думаете? Он вернулся к нам с заполненной анкетой, с желанием у девушки купить крем, который он тестировал. И к тому же он еще раздавал наши сертификаты. Теперь скажите, подумайте и ответьте себе сами на вопрос. Если это смог мужчина, он не в образе консультанта, у него нет совершенно никаких навыков, умений тестировать крем, он вообще не знает, что такое крем для рук женский. И он это смог. Сможете ли это вы? Я думаю, что безусловно сможете. Надо только понять, для чего вам это надо, настроиться на позитив и воспринимать это в роли шутки, в роли игры. И обращаюсь к вам, уважаемые лидеры, будущие лидеры. Будьте примером для своих консультантов. Ничего не бойтесь, собирайтесь. Собирайтесь командами, группками небольшими. Выходите в какие-то торговые центры, попить чай, кофе. И тестируйте вместе нашу замечательную продукцию, чтобы консультанты могли понять, насколько это в принципе несложно и в обыденной жизни могли действовать таким же образом. Не обязательно конкретно выходить там в какие-то фастфуды и тестировать нашу продукцию. Это можно делать в повседневной жизни. Пошли вы куда-то оплатить коммунальные услуги, пошли что-то купить. Важно из холодного контакта перейти в теплый и суметь расположить человека к себе. И тогда при такой активной работе, каждодневной, каждонедельной, мы обязательно станем национальным лидером. И я верю, что скоро в наших городах начнут как яркие звездочки появляться новые лидеры и новые национальные лидеры. Я искренне вам это желаю. С Новым Годом и до новых встреч! Сейчас посмотрим. Чаще я подхожу там, где две девушки, допустим, сидят. Где мужчина, женщина? Мужчина, женщина, ну, в принципе, можно. А что, мужчины не едят привлекать? Можно тестировать аромат мужского, можно. Что плохого мы им предлагаем? Нет, мы плохого ничего не предлагаем. Просто как бы... Выдрится, да? Да, но вы же спрашиваете, можно вас на минуточку отвлечь? Вы же там... Ну, нет, извините. И все. Кстати, надо взять подарочный сорт. Можно я вот так сяду? Уже мажет шучу, ладно, да? Мужчок просе на обезд, да? М-м-м. М-м-м. Субтитры делал DimaTorzok 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 О, смогу я для женщин протестировать крем для рук вообще. Я, честно говоря, его сам не использую. Просто можно вас попросить его протестировать и ваши отзывы. Мне вот она такую хитрую табличку дала. Сказала, если ты это сделаешь, я тебе поцелую. Блин, стараюсь. Что раньше же ты не сделаешь. Так что вот, давайте. Да я таким просто пользовалась, я знаю. Да конечно, вот из этой вот малипийской. Разными. Было время вот. Вообще нравится такой крем? Машется, пока есть возможность. Здорово. А как вас зовут? Гузель. Понял. Гузель, вот дала мне такую анкетку, сможете ее заполнить? Как вы считаете, качество и стойкость систем по уходу за кожей рук имеет значение? Ну, галочку. Значит, я ставлю галочку «Да», да? Да. Женщины будут косметики. Я... Вы хотели бы иметь косметику хорошего качества по оптимальной цене? Да, естественно. Ну, тут, короче, вопросы без вариантов, да? Как вы предпочитаете выбирать для себя косметику? По каталогу, магазинах? Лучше сначала попробовать, воспользоваться консультацией профессионала, а затем купить. Ну, как вы просто... Ну, что-то среднее между вот этим... Либо магазином, либо профессионалом, да? Ну, больше всего. Тут один выбор. Давайте в магазине. Просто в магазине. Не любишь, когда вот так мужчина подходит и говорит «Давайте тестировать», да? Ладно, понял. Понравилось ли вам там тестирование средств? Ага. Пахнет вкусно. Вот, значит, основ... Так у меня был такой не этот, не для рук. А у них, знаете, у них каждый... Каждая серия же у них постоянно меняется, какие-то фишки с разными вкусами. Хотели бы вы иметь такое средство у себя? Вот такое вот. Ну, возможно. Да. Хотели бы вы иметь меня, то есть... Понятно, я не знаю, что это было. Да, короче, как консультанта. Ага. По-моему, в первом жизни мужчина консультирует вас, да? Нет, ну почему? Балый гидагон. Короче, вам я понравился как тестировщик или нет? Да, да, да. Все, понял. И, если хотите, можете оставить ваш контактный телефон. Жена связывается, вам пригласит на какой-нибудь мастер-класс свой. Давайте, то есть. Отличненько. Напишите телефон. Ну, думаю, имени будет достаточно. Да, думаю, достаточно. Вам огромное спасибо. Ну, спасибо. Вы меня выручили. Я вас тоже, кстати. Это действительно действующий сертификат. У них сейчас такая акция проходит. Вы можете всегда позвонить. Там, я не знаю, какой телефон здесь стоит. Себезда. Ага, вот. Как раз моей жены телефон. И у вас есть подруга? Которую можно оставить? Самый лучший. Только один могу дать сертификат. Есть. Вот. У меня просто... Там они как-то просчитаны. Вот для вашей подруги тут другой телефон. Это в ее группе консультант. Ага. Хорошо, хорошо. То есть вы попробуете и там, и тут. Хорошо, спасибо. Вам удачных продаж. Спасибо. Спасибо за внимание. Еще раз в Новом году. Так, друзья. Смотрите. В декабре. Значит, крем я протестировал. Вот анкету взял, телефон, раздал анкету, вам позвонят и хотят купить такое же средство. А, боже, кому? А кому? Мне какое-нибудь? Вот этой, я не знаю. А, вот Гузель взяла твой, а второй два телефона, короткие у кого? У меня. Значит, тебе позвонят еще. Да, нормально. Вам нужно очищение и так далее. Я потом сейчас начал не качать, что без... Одну оно не катит. А, да. А нужно их три. Да. И когда она пришла, сказал, что я вот я планирую, я говорю, ну не вопрос. Она хотела либо на работу выходить, либо чем-то другим заниматься. Она вообще хотела стать парикмахером. Вот она любит вот эти волоса хвозиться. Она пришла и говорит мне, я говорю, Олесь, ты что ерунду занимаешься? Ты приходишь на линию работы, если ты будешь работать, ты будешь работать на мечту того человека, на котором ты работаешь. Тебя будут покупать оптом, а продавать в розницу. Ты будешь продавать в свое время за деньги. Делай свой собственный бизнес. Она говорит, куда? Я говорю, выбери себе сетевую компанию. Она, условно, втихаряк, где сетевая компания? Ну, что ей нравится? Она пошла к Марине, потому что, во-первых, есть успех у Марины, да? Во-вторых, она косметикой долгие годы пользовалась. Она уже вроде как с ней понимает, что это такое. И она приняла уже решение, но сказать мне долго не хотелось по этому поводу. Но когда она сказала, я ее поддержал, потому что я понял, что это лучше, чем она будет стричься. Потому что даже если она будет супер-супер профессионал. А куда больше? Ну, что она дальше? Да, то это все равно потолок. Потолок огроменный. Ну, тот момент, когда она говорит, ладно, я тогда буду этим бизнесом заниматься по чуть-чуть, ну, типа, немножко зарабатываться. Я говорю, это не пойдет, это не работает. Ты этих денег заработаешь. Это нужно именно фокус на серьезный бизнес. То есть, если вы хотите перепрыгнуть, как я говорю, через забор, вам нужно метиться на Луну. Вот поэтому, если вы хотите зарабатывать здесь, ну, какие для вас, я не знаю, приличные деньги, вот, например, какие приличные деньги для тебя будут, если ты зарабатывал из этого бизнеса? Вот сколько вы? Ну, для начала, я думаю, 50. 50 тысяч рублей. А у тебя какая цифра? Да. У тебя немало 50. Ну, допустим. Я понимаю, что ты уже где-то там премию получал. У тебя какой порог? То есть, 250 бы меня пока устроило бы. Вот понимаете, понимаете? И пока 250. 250, да. Вот у нас, понимаете, у каждого свои ценности, да? Но вопрос. Если мы хотим 250 или 50 заработать, мы вначале должны заработать 5-10 тысяч рублей. Понимаете? Вот у нас Новый год начинается с чего? С новых планов. Распланируется целый год и запланируется себе преодолеть первую планку там в 10 тысяч рублей. Поверьте, это самый сложный будет момент. Почему самый сложный? 10 тысяч заработать с нуля тяжелее, чем в перспективе потом 100 тысяч заработать. Вы это потом почувствуете. Поверьте, из, скажем, MLM-компании, то есть, ну, скажем, не с продуктом, а с, скажем, финансовым, я зарабатывал в месяц больше, чем ты называла цифру. Я знаю, что такое. Поначалу это упахиваешься, но ты работаешь на перспективу, а потом все, что ты создал, работает над себя. Вот это самый сложный момент, который вы сейчас переступите. Поставьте себе 10 тысяч рублей, пусть она такая круглая цифра будет, условно. И причем 10 тысяч не только, допустим, на личных продажах, да, допустим, вот купи-продай. Ну да. А цифру именно из сети. А из сети вы сможете только тогда, когда вы будете формировать команду. Команду будете формировать. То есть людей, которые не просто у вас будут потребителями подключаться на потребление, а такие, как вы, которые захотели бизнес. И сейчас, я уже говорил, уже, Лень, да, когда мы ехали? Сейчас самое время, просто поймите, вот этот год, он будет просто классный именно для построения сети. Чем хуже ситуация в стране, в любой, тем больше процветает сетевой бизнес. Почему? Люди теряют работу, люди в панике, что потеряют работу и начинают искать дополнительный какой-то инструмент для зарабатывания. Вот. Кого-то сократили, тра-та-та, вы всегда можете пригласить на бизнес. Поэтому продавать хорошо, это здорово. Но покупательская способность у людей будет все ниже и ниже. Этот продукт, конечно, не перестанут покупать. Но будут стараться экономить люди. Но когда вы, помимо тюбиков, будете предлагать бизнес-возможность заработать денежных средств, люди, поверьте, сейчас будут охотно реагировать. И тогда вы сможете преодолеть эту планку в 10 тысяч рублей. И если вы преодолеете эту планку, поверьте, она не просто так преодолеется, она преодолеется путем уже создания команды. И потом эти люди под вами будут также работать, эту планку держать. И уже тогда у вас будет рост зарплаты скачкообразный. Это называется экстенциальный рост. Экстенциальный рост это будет происходить. Преответственно, все. Все, что я хотела вам сказать. Ну, в двух словах, да. Молодец, спасибо. Да.